как же это здорово праздник непослушания можно выходить бить стекла грабить супермаркеты кричать мусора не люди в общем весело дружно и замечательно радостно можно развалить собственную страну не думая о дне завтрашнем мы сейчас с вами отправляемся в гости к человеку который все это пережил 7 почти уже лет тому назад к алексею журавка валерич приветствую ну вот посмотрели мы на то что сейчас происходит в белоруссии понятно что сценарий видоизменен понятно что все иначе но вот население белоруссии люди активно топящие за майдан они уже баррикады строят они уже мусорные баки там ставят коктейли молотова начали использовать и много чего еще из технологий цветных революций используют но вот главный вопрос задать им каждому в отдельности не толпе разорвут а каждому отдельности зачем тебе это надо что тебя лично ждет после того как сергей понимаешь с одной стороны это риторический вопрос другой стороны смешно и грустно а с третьей стороны это трагедия беда наших народов что я тебе хочу сказать может кто-то надо мной посмеется я тебе хочу сказать что война против славянского народа полным ходом вспомните сорок первый год вспомните до сорок первого года когда говорили что гитлер не нападет мы чего-то ждали только враг это гибридный и он постепенно захватывает наши земли на это никто не обращает внимание но пушечный снаряд назовем так вот тоже гибридный но вот снаряд это является цветная революция фактически смотри грузии убили литву убили и и большую другие практически страны убили они же фактически своего ничего не имеют добрались до украины это граница на сегодняшний день россии что произошло в конечном итоге война беда трагедия свыше 15 тысяч погибших и все жизнилось на одной точке центр киев нужна сакральная была жертва они сделали разожгли пожар но страну не смогли удержать им именно над нужен этот хаос повреждения заболевания страшной болезнью назовем так у людей в сознании что-то происходит и они начинают сами себя уничтожать мало того этой болезнью заражают другие страны вот мы и дошутились дошутились фактически когда не обращали на это внимание к нам это не придет если пойдет белоруссия по такому же сценарию считать что это враждебное государство станет россии еще один кусок славянского народа отвалился потому что поколение будем говорить так поменялось что же ожидает беларусь развал последние заводы которые лукашенко как бы к нему не относились развалятся а это к сожалению его заигрывание с непосредственно с европой с американцами мы помним как приезжал американец белоруссию мы все прекрасно знаем и видим как расширяется посольство американское а кто же на самом деле сеет эту революцию ты смотри все социальные сети говорят об насилие все особенно фейсбук он удаляет посты там дик миру прозывают а там где как правильно зажигательные смеси готовить как бомбить магазины как убивать милицию полицию и так далее там все рассказывается белоруссии может не быть если лукашенко не справится но если настанет момент союзные государства должны объединиться и спасти беларусь это дело принципа и дело принципа сегодня спасать уже украину круг сужается веревка виселицы рядышком как говорится и шнурок а вот почему используют сегодня как битфордовый шнур подожгли украину это понятно и ясно она еще детонирует еще взрыв произойдет ну а теперь давай возьмем если на сегодняшний день прикрывается граница гипотетически не дай бог я хочу чтоб белорусы успокоились иначе будет страшное что закрывается граница и приходит кто-то из майданутых или кто-то с меньшинства которые на сегодняшний день на узканы и натасканы на враждебное отношение с россией мы получим украину там будут крушить памятники с этого все начиналось в украине там скакали по могилам велика великих советских героев барельефы сбивали как жукову и другим понимаешь там будет все советское уничтожаться история будет переписываться все один к одному и все это будет приходить кровавому сценарию давай посмотрим в украине все дозволилось позволила хаос бандитизм убийства заказные убийства коррупции так далее то же самое и в белоруссии если только закон граждане перейдут они начнут уничтожать сами себя в первую очередь но как всегда в кавычках наши братушки наши будем говорить партнеры американские они изобретательные они и придумают новую инструкцию по идеологии и непосредственно по оболваниванию людей искал врага значит это еще один антирусский проект помнишь ты прекрасно когда с меня смеялись когда я призывал белорусов не делайте а мне все писали у нас миролюбивый народ никто не будет это и по хабаровску так же сам вот вам живой пример миролюбивый народ несколько провокаторов и получите избиение милиции и получите тот же самый хаос да конечно же я еще раз повторюсь я этого ни в коем случае не желаю но если дальше так пойдет страна будет умирать белоруссия мозыр завод остановится большой химический перерабатывающий нефтеперерабатывающий завод остановится я вам говорю как оно есть это мы проходили это у нас кременчук то работает то стоит то работает то стоит но благодаря россии он еще как-то работает замаз я вообще не говорю он остановится это крупные предприятия за большой грузовой автомобильный завод который выпускает самые большие в мире сегодня самосвалы на постсоветском пространстве станет это я вам говорю молокозаводы фермы предприятия сельхоз производств остановится перейдет все в какой-то сегмент мелкий переработки и тысяча безработных людей теперь два слова сегодня россия больше всего в белоруссию вложила доллар и благодаря будем говорить субвенции помощи в разных будем экономических сегментах в торговле и так далее и так как большая часть рынка белорусского находится в россии благодаря россии белорусский народ живет и имеет рабочие места вот что может потерять белорус ну вот тебе пожалуйста кадры этого же самого придурка который называется телеграм-канал некста электротехнический завод имени козлова выходит директор протестующим мужичкам и говорит ребят но все же помнят что сегодня зарплата но рабочие сказали что нас уже не запугать не надо нас пугать своей зарплатой мы будем протестовать дальше ведь до протестуются как ты говоришь правильно до того что этот завод имени козлова в и будет закрыт распилен вывезен на металлолом а эти ребята в лучшем случае поедут помогать по братскому польскому народу собирать ту же картоху и клубничку и попки мыть знаешь что я тебе хочу сказать с одной стороны это смешно мы с тобой разовариваем а у меня болит душа я тебе хочу сказать может я жестко скажу но уже союзным государством и россии хватит баллов идет война можно сказать великая отечественная война только 21 века на уровне на уровне современного мира понимаешь нельзя позволять гибридно захватывать наши страны видно должна пролиться большая кровь видно к этому все идет я еще раз говорю видно вы давно может посмеетесь но вот то что происходит я ранее говорил что двери третьей мировой войны открыты они открыты их никто не закрыл мы сегодня это отталкиваем но к этому все идет вот такое предчувствие как будто мир сходит с ума в прямом и переносном смысле этого слова который сегодня идет к нам который идет сегодня к нам страшно это слово но это факт вчера назвали провокации заявление от некоторой некой витебской народной республики типа того что вот все козлы козлы мы создаем витебскую народную республику и будем защищать свое право быть с россией говорят ну как же так ребят вы подождите есть белоруссия законно избранный президент то есть возможно это вброс и провокация но ситуация может сложиться такова что действительно кто-то начнет выходить в витебске в гомеле где-то еще и говорит вставайте люди русские у нас страну отбирают если мы хотим белорусы сохранить свою страну мы должны не просто дать по жопе мамкиным революционерам они не мамкины революционеры они солдаты армии вторжения то есть четко разделить ребята есть мы белоруссия и есть фашисты которые идут сюда переодевшись в наших соотечественников как это было на украине мы тогда молчали многие не выходили протестовать не убивали фашистов в итоге фашисты захватили всю украину сейчас такие же солдаты третьего рейха да очень похожие на вафин сс и вермахт они же сейчас и ходят в белоруссии причем думают что они патриотические патриоты что они за родину сражаются но их уже перекодировали они уже солдаты вражеской армии оккупанты на своей собственной территории не понимая этого ты знаешь я тебе так хочу сказать с этого по большому счету и начинаются конфликты гражданские войны когда делят мне абсолютно все равно как называется белоруссия либо витязь не существует такого понятия есть название городов а вот люди наши они везде либо советские либо славянские это наш единый русский мир как города называются как страны называть меня это не волнует я не хочу разделять и властвовать нам сегодня надо задуматься над одним над идеологией нам надо задуматься и понять что нас сегодня уничтожают разными методами нам надо сегодня задуматься как защитить чтобы не продолжить развал того что еще как-то сохранился дружеские невраждебные страны которые с нами работают соседствуют уважают вот надо нам над этим задуматься чтобы не разбить дальше эту линию и и не посеять раскол даже внутри что я тебе хочу сказать уже сегодня видно что мы должны строить свое собственное и начать приобретать а может быть не приобретать неправильно сказать возвращать свои земли в большой будем говорить славянскими и заканчивать заигрывать с западными странами с америка и так далее иначе они нас поругат своей такой демократии вот и все а самое главное вот если человек не будет видеть будущего если человек на сегодняшний день не будет мотивирован будем говорить так своим прошлым сегодняшним и будущим да у нас ничего не получится мы забываем своих настоящих героев у нас нету мотивации они на этом берут либо за трусики рассказывать европейские либо будем говорить за мечту непонятную либо за поле клубнику собирать за 500 800 долларов а жизнь то будем говорить она в чем-то и лучше было в беларуси чем европе и в россии лучше вот чем беда понимаешь поэтому я сказал и серёж маленький ремарку скажу я хочу повторить вы не понимаете белорусы и россияне чем это для нас всех закончится ведь это война алексей валерьевич ну и заканчивая эфир только что от алексея анатольевича мухина информация пока не проверенная но все-таки говорит пишет мартынов что отец цветных революций джордж сорос отошел в мир иной и кажется от попал в преисподнюю будем надеяться что это правда радоваться говорят чужим смертям нельзя но сколько горя это животное принесло миру то если он действительно отошел от нас туда то и туда ему и дорога смотри дело в том что все уходят конечно любая смерть это беда и трагедия какой бы человек не был но дело-то его будет жить вот ведь посмотри в америке там все вроде то мы смеемся рушимся а система живет работа живет как они написали так она идет потому что они работают с людьми цепочка за цепочкой берется звено за звеном а мы не работаем наша беда в том что мы не работаем и не защищаем себя вот все спасибо огромное эфир подошел к концу буду рад еще на этой неделе встретиться и дай бог все таки чтобы мы обсуждая белоруссию говорили но слава богу кажется у них все успокаивается дай бог да всего доброго до свидания итак дорогие друзья алексей журавка был гостем программы на самом деле мы прервемся чтобы вернуться и продолжить до встречи